всем привет в одном из своих видео по моему в последнем я показывал триходерму ну не только триходерму но в частности триходерме речь больше шла в мешках то есть я сейчас вот так вот выращиваю то есть зерно дома насыпаю мешочки там жду пока начнет обрастать мицелием вот и потом я вот это вот привез все на дачу то есть там обязательно нужно после этого открыть чтобы они росли на открытом воздухе иначе просто там все закиснет и мицели не образуется когда кислорода мало ой мицели говорю споры вот то есть я привез все это на дачу то есть получается дня три-четыре где-то так они у меня были дома вот потом вот здесь вот я их вывалил вот такие вот и ящички снизу постелена этот для мусора просто чистые пакеты здесь у меня вот в двух ящичках в этих получается опять пакетов перловки то есть по два с половиной пакета они 900 граммовые в ящике вот разные грибочки то есть я просто вывалил один ящик поставил на другой оставил щель сантиметр где-то и а второй ящик закрыл вот там вот у меня плоский шифер он стоит напиленный двумя этими полосочками плоского шифера закрыла тоже закрыл вы сделал щель чтобы было где-то сантиметр чтобы во-первых конденсат не скапливался ну и закрыть еще нужно чтобы солнце не попадало потому что солнце будет высушивать и это как бы не нужно там должна быть стопроцентная примерно влажность ну близко к этому ну вот получается что где-то за четыре дня так вот здесь все хорошо заспороносило обросло спорами еще немножечко там мицелиям наросло вот здесь вот разные грибочки то есть разные грибы видно что ведут себя по-разному значит вот там триходерма например увеличу то есть вот так вот со спорами этого баверия то есть некоторые какая-то и по конкретно баверии не знаю мне несколько значит некоторые вот так вот немножечко спекаются между собой но в целом как бы ничего страшного вот это вот и конец или умлекание этот розовый пицеломицис вот то есть он такой розовенький видно тоже баверия это баверия рассыпчатая выросла то есть это тут белая такое вот это уже споры там вот металлизия здесь одна кольцовская другая профитовская какая из них какая я не знаю они внешне друг от друга вот если чисто приглядеться одна более серая другая более зеленая вот на агаре они отличаются гораздо сильнее значит это тоже баверия другая видно что она наросла похуже ли конец или умлекание видно что он слипается но в целом не сильно то есть я это сейчас уже все отправлю на просушку то есть хватит им тут расти вот то есть это все растилю более тонким слоем потому что здесь получается где-то сантиметра 3 в некоторых местах 4 глубина то есть и соответственно внизу она может немножечко под закисать это вот кстати глиоклодином гриб вот ну то есть как бы все нормально нарастает даже в таких вот скажем так не совсем благоприятных для них условиях то есть здесь днем может быть 30 с лишним на солнце ночью там градусов 10 вот и в общем то нормально они спроносят никакой контаминации здесь посторонний нет здесь вот кстати значит уже не видно видать подсохла что ли здесь вот на вот на этом грибе сверху было несколько колоний розового желтого аспергила вот но нет сейчас это высохли что ли они не знаю в общем здесь вот просто я уже мешал немножко пальчиком то есть соответственно он зернышки 3 стиха дырмы попали и так далее вот то есть эти грибы вот эта смесь вот у меня пойдет я это буду смешивать у меня еще отдельно есть с триходермами сушатся тоже уже ведь я это все смешаю и эта смесь у меня пойдет в лунки в основном то есть планирую уже если все будет нормально по погоде следующие выходные сажать картошку сажать высаживать в открытый грунт все что здесь вон в горшках растет жалко было выкидывать это меня запасные томаты для теплицы я их оставлял на всякий случай если кто-то погибнет никто не погиб все нормально там он баклажаны тоже маются уже стоят вот они пепина все это буду высаживать перцы есть там физалис его ну то есть все здесь у меня тыквы ждет как говорится своего часто я думаю что в эти выходные получается через пять дней сегодня 9 мая все кстати с праздником кто считает себя причастных к этому празднику поздравляю наших ветеранов поздравляю всего им наилучшего в общем вот так остатки я потом буду использовать для полива то есть также буду разводить эту смесь водички споро смывать и опять для полива грунта а чистая культура я потом еще попозже наращу без смесей то есть отдельно что были различные триходермы отдельно баверия метаризия это я для опрыскивания по листу на всякий случай то есть триходермы понятно буду брызгать на регулярно для профилактики а если какие-то возбудители будут ой возбудители берем вредители будут появляться буду обрабатывать метаризии баверии уже смесями вот ну вот такие вот планы так что никаких сложностей выращивание биопрепаратов нет главное иметь хорошую чистую маточную культуру ну скажем так минимальная стерилизация субстрата микроволновки как видите стерилизуется нормально никаких нету особых контаминаций вот я думаю что то что было здесь наросло но скорее всего попало сверху уже просто цветопередачи кстати немножечко хромает то есть вот розовый пиццеломицис он такой я так вижу на экране сероватый больше когда вот отдаляю более розовый становится а так он прям такой розовенький красивенький вот в общем вот все по этому вопросу всем удачи какие-то вопросы комментарии будут пишите задавайте всем пока